МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа недели. Меня зовут Игорь Позняк. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Тройка, пятерка, союз. Как президенты в Астане сверили часы евразийской интеграции, но какие вопросы пока остались без ответа? Равные экономические условия для государств-участников ЕС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. И какое окно для евразийской пятерки открывает Вьетнам? Евгений Пустовой. Прекрасен наш союз. На таком пространстве интересы любые стран союза потеряться не должны. Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо лучше, вопреки классику, настоящий карнавал в Гродно. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Фестиваль национальных культур на берегу Немана. Как за один день обойти весь мир, знает Анастасия Бенедисюк. Всего же со всех регионов Беларуси сегодня сюда съехались почти 800 участников. Это 36 национальностей. Не до литра молока и не до килограмм хлеба. Даунсайзинг теперь в вашем магазине. Чем это едят? Наши шоколадки сейчас все меньше, чем 100 грамм. 85, 90, но не 100. Илона Волынец разбиралась в манипуляциях потребительским сознанием. Вход в супермаркет обычно находится справа от касса. И здесь начинает работать закон правой руки. Это значит, что вы постоянно поворачиваете налево, а смотрите направо. Белорусско-российские союзные узы. Крепкий брак не только по любви, но и по расчету. Понятно, что наши сельхозтоваропроизводители очень любят белорусскую технику, от чего греха таить. Там третья импортная техника – это белорусская техника, которую закупают крестьяне. И что о союзной политике думают в российской глубинке? Александр Добриян отправился туда накануне форума регионов. Белорусские двери, белорусская обувь, ну и, конечно, белорусские колбасы. Куда же без них? Если она говорит «нет», это может означать «да». И это не женщина, а ребёнок. Бывают дети, которые вообще не слышат. То есть в частиц они не ходят, как говорится, он поймет, что ходит. Осторожно, летние каникулы. Психологическое расследование Максима Слежа. Существует свод правил под названием азбука безопасности. И это пособие, о чём часто забывают родители, не для малышей, а для них, взрослых. И начинаем сегодня с Астаны, самой молодой столицы мира, где на неделе говорили о самом молодом союзе – евразийском. Начинался он как союз трёх. Сегодня это пятёрка, которой присматриваются и другие государства. Например, Сербия – кандидат на членство в ЕС. И Вьетнам – крупный игрок в Осиан. Кстати, на этот рынок мы теперь получим свободный доступ, а это полмиллиарда человек, читай, покупателей. Конечно, есть и серьёзные проблемы в евразийской интеграции. Те самые пресловутые изъятия и ограничения, на которых Александр Лукашенко в Астане вновь заострил внимание за столом переговоров на высшем уровне. Евгений Пустовой продолжит. Предки индворопийцев, они, значит, в их языке реконструируются круглые храмы, да? Потом у них отгодное скотоводство было. Рахметола Байтасу – белорусский казах. Он увлекается историей и копается в корнях двух народов. Мол, они – разные ветви одного дерева. Но в отличие от древних пластов генеза, в современности ничего искать не надо. Межгосударственные отношения на поверхности экономических интересов. Казахстан богат природными ресурсами. В Беларуси – это квалифицированный персонал. Потенциал большой. У Беларуси и Казахстана много общего. Эти детали можно подметить, даже не выходя из гостиничного номера. Особенно нашу группу порадовал местный канал СТВ. И его логотип получается здесь, как дома, правда, до Минска почти 3000 километров. Затем, как будут развиваться отношения между Минском и Астаной, на неделе следили в обеих столицах. В Казахстане – саммит ЕАЭС. Но еще накануне Высшего Евразийского совета первым сюда прилетает борт номер один из Беларуси. Вечерние переговоры президентов ради нового расцвета совместного товарооборота. В связи с ситуацией на международных рынках, в соседней России, в Украине, а это все-таки наши главные партнеры, основные. У нас ситуация складывается непростая. Нужен какой-то глоток воздуха новый. И мы сегодня с вами, как бы ни было сложно, должны поручить и правительству, мы сами подтолкнуть наши отношения. Экономисты пророчили товарооборот в 3 и даже 5 миллиардов долларов. Последний раз торговый рекорд был побит два года назад. Общая выручка тогда достигла 1 миллиарда 200 миллионов долларов. А в 2015-м лишь треть от этой суммы. Причин несколько. Кризис повлиял на спрос в черные времена нефтяного рынка, а на курсы национальных валют. Товарооборот, конечно, в связи с ситуациями снизился, но я думаю, это не стоит переживать, потому что физические объемы сохранились. Кризис вечно не бывает. Потому что мы с вами вместе имеем общие взгляды на вопросы интеграции наших стран. Международной политики тоже мы продерживаемся одних и тех же позиций. И у Белоруссии и Казахстана многое совпадает. Техники на площадке находятся не очень много, потому что техника уходит в основном с колес. Наталья Радькова белорусские машины в Казахстан продвигает несколько лет. С 2015-го продавать технику стало легче. Механизмы торговли между Минском и Астаной ощутимо упростил Евразийский экономический союз. Работать несложно в чужой стране. В другой стране, так будет правильно сказать, в другой стране. Нет таможенных границ, нет того, чтобы нам разъединяло. Расчищать путь белорусским экскаваторам приходится даже на колесах. Постоянные переговоры и встречи. Только так можно остаться на рынке Казахстана. Рядом конкурент мирового масштаба Китай, а официальный астанав ВТО. Как хрупкая женщина среди крепких мужчин, так и пока еще не окрепшая экономика ЕАЭС между тяжеловесами финансовой системы крутится, как белка в колесе. Но у Белоруссии и Казахстана новые договоренности. Расстояние в 3000 километров между Минском и Астаной должна сократить дорожная карта новых проектов. Создается новое производство коммунальной техники в свободной экономической зоне Астаны. В этом году будет пуск производства, который создается в Кокшитал, по сборке сельскохозяйственной техники широкой линейки. А пока же падение спроса на традиционную казахстанскую продукцию фруктов и овощей в 7 раз на белорусскую технику в 2. Как следствие и у нас охладел интерес к железу из Павлодарского и Калыкского рудников. Впрочем, в оборот необходимо брать весь товарооборот пятой части суши. После подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает. В 2012-13 годах он был на уровне 65 миллиардов долларов. В 2015 году всего 45 миллиардов долларов. Видимо, не все позиции договора соответствуют современной ситуации в экономике и нашим ожиданиям. Это очередная встреча президентов глав ЕАЭС, более праздничная, чем программная. Два года назад здесь же в Астане Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев договорились об экономическом союзе трех. А теперь в их компании еще главы Армении и Кыргызстана объединятся с ЕАЭС. Готовы союзы по алфавитной аббревиатуре от ОСЭАН до ШОС. Мы поддерживаем предложение сконцентрировать усилия на дальнейшем углублении экономической связи союза с другими странами и интеграционными объединениями. В первую очередь с государствами Шанхайской организации сотрудничества и ОСЭАН. На этом направлении уже сделано немало. Готовится перечень конкретных проектов в развитии идеи сопряжения Евразийского экономического союза с китайской инициативой шелкового пути. Алгоритм интеграции-интеграции первым и уже несколько раз предлагал Александр Лукашенко. Но перед тем, как переходить к высшей математике трансконтинентальной экономики, президент Беларуси предлагает главам государств дать ответ на задачи уровня Евразийского союза. Необходимо справиться с прошлогодним заданием, инициативами председательствующие в 2015 году Беларуси. Нереализованной остается инициатива выработки механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран. Сотрудничать с ЕАЭС с разной глубиной интеграции уже готовы 40 государств мира. Единый рынок. 170 миллионов человек, как мед, привлекает страны с разным размахом экономик. На нынешнем саммите президенты обсудили подходы к торговле с вездесущим Китаем, ожидающей в очереди выходного билета в ЕАЭС, Сербией, туристическими странами, королевством Камбоджа и социалистическим Вьетнамом. Например, может быть фруктовый, фруктовый там, да, там много. А вот на вопрос, какие товары и услуги будут интересны Ханою, будущий финансист пожимает плечами. Но вскоре об этом узнает и студент КБГУ, и весь 90-миллионный Вьетнам. Договор о беспошлиной торговле уже ратифицирован. Евразийский союз создавался не для того, чтобы стать громадным гипермаркетом для товаров со всего мира, а прежде всего высокотехнологичным производством современной продукции. Приняты основные направления промышленного сотрудничества. Мы определились с параметрами согласованных мер по поддержке национальных производителей. Наметили ориентиры взаимодействия в развитии экспорта промышленной продукции. Теперь необходимо активно приступить к практической реализации поставленных нами же задач. За круглым столом заседания Высшего Евразийского совета Александр Лукашенко дипломатично, но смело обращает внимание на острые углы союза. Теоретически ЕС более тесное объединение, чем его интеграционные предшественники, таможенный союз и единое экономическое пространство. Фактически в границах Евразийского союза тесно пока оказывается только собственным товаром. А экономические свободы движения товара, услуг, капиталов и рабочей силы пока лишь декларированы идеи под знаменем ЕС. Равные экономические условия для государств-участников ЕС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Следует избавиться от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле. Количество этих изъятий и ограничений так и осталось на уровне шести сотен. Дворец Нурсултана Назарбаева выстроен с размахом казахских степей. Это напоминает большую территорию ЕС. Но и на таком пространстве интересы любые стран союза потеряться не должны. В холле Аккорде операторы старались занять лучшие точки для более респектабельных съемок президентов. Это так напоминало мировой рынок, где, чтобы уверенно толкаться локтями, так необходимо чувство локтя. О внутренних барьерах и внешнем потенциале единого экономического пути на неделе. Евгений Пустовой, Максим Сацукевич и Александр Бутрим. А сейчас еще об одном союзе с гораздо большей историей, пожалуй, беспрецедентным взаимопроникновением экономик, культур, да и просто человеческих отношений, нередко семейных, кстати. В Союз Беларуси и Россия сегодня мы будем говорить не о большой политике и политической воле, хотя с этого, конечно же, все начиналось. О том, как в Брянске и Смоленске любят белорусскую колбасу, а это любовь, это тысячи рабочих мест и зарплат уже белорусских граждан. О том, какие российские шестеренки нужны, чтобы собрать белорусский комбайн. И о том, что роженицы из Пскова и Питера приезжают в Витебск, чтобы стать мамами. К слову, место рождения этих маленьких россиян в паспорте потом и укажут. Беларусь. Это к вопросу о взаимопроникновении. Так вот, разговор об этом важнейшем историческом процессе развернется уже на будущей неделе в Минске. И не только. 7 и 8 июня наша столица станет площадкой уже третьего по счету форума регионов Беларуси и России. Четыре сотни политиков и бизнесменов подтвердили участие. Специально к форуму приурочили международную выставку «Белагра-2016». В этом году она пройдет на территории аэропорта Минск-1 и объединит более 500 компаний из 20 стран. В первую очередь, конечно, из Беларуси и России. Привезем, покажем, потому что представительство наших предприятий на выставке будет достаточно серьезным. И, безусловно, белорусская сторона тоже покажет свои достижения. Понятно, что наши сельхозтоваропроизводители очень любят белорусскую технику. И сегодня ее ассортимент гораздо шире, чем у нас. Поэтому здесь уж чего греха таить. Там треть импортной техники – это белорусская техника, которую закупают крестьяне. А сейчас в Брянскую область, куда на неделю отправился и наш корреспондент Александр Добрьян. Не то, чтобы узнать новое, а скорее закрепить пройденное. Из Брянска до обеих столиц практически одинаковое расстояние. До Минска ехать дальше, чем до Москвы, всего-то на каких-то 100 километров. Однако разве в расстоянии дело, когда речь идет о стратегическом партнерстве? Для этого российского региона Беларусь – один из ключевых партнеров. Для того, чтобы понять это, не нужно вчитываться в квартальные отчеты экономистов. Достаточно прогуляться по улицам Брянска. Белорусские двери. Белорусская бытовая техника. Белорусская косметика и нижнее белье. Белорусские грузовики. Белорусская обувь. Ну и, конечно, белорусские колбасы. Куда же без них? Мне кажется, если в этом городе провести ревизию названий на вывесках и витринах магазинов, то слово «белорусский» по частоте упоминания окажется среди явных лидеров. Сделано в Белоруссии. На российском рынке это не просто бренд. Это беспроигрышная маркетинговая стратегия. Успешно продавать под белорусским соусом здесь можно все. От сметаны до сапога сандалий. Комфорт. Очень комфортно. Для проблемных ног. В основном у кого проблемы с косточками, широкие, полнота. Ну и хорошо ее берут, очень. Много покупателей, много клиентов, которые именно идут за Белорусскую обувь. Не один год относится. Именно от рекламы. Вот заходишь, потому что написано «белорусская» как сеть. То есть то, как бы товары Белоруссии всегда отличались своим качеством. Поэтому мне, допустим, это нравится. Я считаю, что все эти названия как реклама. Слово «белорусский» есть в названии целых торговых сетей. На белорусском бренде местный бизнес сегодня делает хорошие деньги. Современные магазины порой настоящие бутики с белорусским ассортиментом. Однако в приграничье помнят, как начиналась эта народная любовь ко всему белорусскому. Начинали мы буквально с маленьких, с очень маленьких объемов. Это было там 500 килограмм, тонна, полторы. На сегодняшний день для сравнения это 20 тонн ежедневно. Хорошая цена, хорошее качество. То есть было очень легко работать. Фирма Аллы Переплавченко в начале нулевых пришла на смену сметанным караванам челноков-нелегалов и мелких частников, которые везли белорусскую молочку в приграничье. Любить Беларусь россияне учились через отличный вкус сметаны, творога и кефира. Любят молоко белорусское. Сметана, кефир. В основном, конечно, идет бутылочка. Очень нравится. Ну, у вас она более вкусная, более надежная, более качественная. И очень нравится. Сегодня молочный рынок той же Брянской области изменился до неузнаваемости. Белорусским молоком здесь торгуют сразу 7 крупных оптовиков. А это предельно острая конкуренция. Зато российский потребитель имеет натуральный продукт по минимальной цене. По цене дешевле, по качеству лучше. Поэтому люди выбирают белорусские продукты. В качестве ваших продуктов мы уверены, не сомневаемся и доверяем. Для брянчанина Павла Потапенко белорусское качество стало еще и семейным бизнесом. Торговать запчастями к белорусским тягачам решил еще его отец. Почти четверть века назад. Семейное дело со ставкой на Беларусь выстояло и в российский дефолт 98-го, и в мировой кризис 2008-го. Качество белорусской продукции, конечно, на высоте. Потому что у вас порядок. У вас за это накажут, если плохое качество будет. Часто Россию преподносят исключительно как источник сырьевых ресурсов и большой премиальный рынок для белорусских товаров. Однако это лишь одна сторона медали. Что же остается за кадром? Например, белорусские инвестиции в реальный сектор российской экономики. Заставляет порадоваться, когда видишь, что ты собирал комбайн, и он убирает в поле и зерно, и траву. То есть берет какая-то гордость. Совместное предприятие в Брянске гомельские комбайностроители организовали в 2005-м буквально на голом месте. За 10 лет белорусские инвестиции и технологии создали одно из самых крупных и успешных предприятий региона. В прошлом году здесь собрали 1400 машин. Объем производства 5 миллиардов российских рублей. Действительно, этот проект полезен как в рамках российско-белорусских отношений, так и в рамках сотрудничества Брянской и Гомельской областей. Действительно, сегодня Брянсельмаш является одним из крупнейших производителей Брянской области. И, кстати сказать, один из крупнейших налогоплательщиков Брянской области. Аналогичным путем сегодня идет в Брянске еще один белорусский гигант. Своё производство здесь планирует наладить Амкадор. Всего же на Брянщине действует свыше 300 совместных белорусско-российских предприятий. Сумма прямых инвестиций белорусских партнеров в экономику этого российского региона в отдельные годы доходила до 40% от всех иностранных вложений. Дружба, которая складывалась в веками, мы ее продолжаем сегодня, мы ее укрепляем. И мы понимаем, что успех мы можем достичь только вместе. Александр Добриян и Виталий Распопов на неделе об экономике на одном языке. На одном языке и почти без акцента говорят в эти выходные в Гродно. Город на Немане принимает фестиваль национальных культур. Армяне, казахи, грузины, поляки, украинцы, американцы, венесуэльцы, греки. Всего четыре десятка национальностей, которые живут в разных уголках Беларуси. И вот именно они в Гродно перевезли те самые изюминки своей культуры. И вместе в самых ярких красках нарисовали эдакую живую, бурлящую, многоголосую, не смолкающую картину мира, где за день можно обойти всю планету. Анастасия Бенедесюк не растерялась от увиденного. Город музеев и город королей. Вот уже барабанная дробь в одиннадцатый раз. Славный древний Гродно встречает нас вот таким ярким и громким действом. Ну чем не карнавал в Рио? Правда, бразильцы к нам так пока и не приехали. А вот уроженцы США, да, они в этом году новички всего же. Со всех регионов Беларуси сегодня сюда съехались почти 800 участников. Это 36 национальностей. И только для сравнения, в первый год их было лишь 11. Аааа, классно! Уже традиционно стартовал фестиваль красочным парадом национальностей. В этом году, правда, он еще и театрализованный, колоритный променад. То и дело прерывался. Надо же себя показать, только аутентичные костюмы и инструменты, песни на родном. Пусть и добавили нынче мотора, но скорость и время константа почти час. Жители Гродно и его гости не то, чтобы глаз от шествия оторвать не могли, вооружившись девайсами, фиксировали всех и вся. Вот, к примеру, немногочисленная компания сирийцев. Уже позже Хамед Аладжаза признается, на нем форма настоящего арабского шейха. Из шкафа достает ее только по праздникам и добавляет. На русском это называется «хотра», «атагал». Еще от этого будет шапка, это чтобы не двигалось там, туда-туда. А еще это платье, а там штаны должны быть белые, еще майка белая. Там мне холодно сейчас, потому что когда белая, я не чувствую, что ярко сейчас. Если шейх Аладжаза тяжести от плюса белорусского не чувствует, то китайцы массово прячутся под деревьями. Истекает потом под толщей костюмы и вот эта музыкальная группа башкиров. Солист ее, поющий на мове, кстати, Павел посетовал искусство, требует жертв. А вот уж кому погода явно не помеха. Я из Барановича. Я из Гродно. Два года вместе. Вот решились на роспись. Наверняка сегодня будете поднимать на всех языках мира по грузинской, наверное, доброй традиции. Да, скорее всего. Это уже второй день фестиваля. Как видим, позиции Гродно не сдает. Сейчас мы идем по улице Советской. Вообще предполагалось, что сегодня она превратится в Арбат. Мемы здесь еще обязательно появятся. Уличных музыкантов уже достаточно. Рядом находится город мастеров. Правда, места и на этом участке для них достаточные. Ну что ж, попробуем сейчас что-нибудь смастерить. Здравствуйте. Ну что вы тут интересное? Расскажите, мастерите. Это мы сувенирные монеточки чеканим с пожеланиями для вас и вашей семьи. Есть такие вот изображения на каждом пожелании. Вы выбираете два разных. Одно на одну сторону, второе на вторую, как орел и решка. Сходи, мишка. Классно. Хорошо. Супер. Я вышла замуж за Белоруссия. У меня все хорошо. Слава Богу. Я приехал из Конго. В январе уже четыре месяца. Я изучаю русский язык в Грунгенском университете Янки-Кук-Пали. Белоруссия – это хорошо страна. В Белоруссии я живу 30 лет. Приехал сразу после Чернобыля и не собираюсь эту страну менять ни на какую другую. Белоруссия – супер. Это моя страна, это мое государство. А это уже делегация из Белостока. До этого в Белоруссии известные польские фотографы были 20 лет назад. Впечатляет увиденное по следам снимков. Сделанных сегодня создадут выставку уже для фестиваля 12-го. Оркестр Гремит Басами – это уже финальный аккорд. Стартовав карнавалом в Рио, закончили вот таким традиционным, торжественным оркестром и танцами. И уже за вот этим парадом мы можем увидеть толпу всех людей, которые принимали участие в этом фестивале. Подмедим зрителей, все точно так же много. И какой же финальный аккорд может быть лучше этого? А на неделе земной шар по улочкам и площадям Гродно обошли Анастасия Бенедесюк и Сергей Васюкевич. Это программа недели. Продолжим после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Это программа недели. Мы продолжаем. Уровень сотрудничества Белоруссии и Всемирного банка на высоте. Сейчас действует 9 крупных проектов на общую сумму почти в миллиард долларов. О том, как поднять планку еще выше, на неделе говорили Александр Лукашенко и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии. Сирил Мюллер в прошлый раз был в Беларуси еще в начале 90-х. С тех пор сторона очень серьезно изменилась. Это первая оценка влиятельного банкира. Получить деньги от крупнейшей мировой финансовой структуры не так просто. Она представляет займы только кредитоспособным заемщикам. и финансирует только перспективные проекты, которые дают реальный экономический эффект. В конце этого года, как меня информируют, мы с вами должны будем определить дорожную карту, программу нашего сотрудничества на будущее. Думаю, что мы это сделаем вовремя. И она будет не хуже, чем предыдущие годы. Сегодня реализуется рад проектов на сотни миллионов долларов, которые вы выделили нам под особенно реконструкцию западного коридора, автодороги на Гродно, других направлений. Мы благодарны вам, господин президент, за вашу положительную оценку совместных программ. И действительно, нам удалось за последние годы достичь существенных позитивных результатов. И я хотел бы попросить вас о содействии и дальше оказывать такую же поддержку нашим совместным программам и проектам. В Беларуси появится единый антимонопольный орган Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Создадут его на базе нынешнего Минторга. Соответствующий указ на неделе подписал президент. Новому министерству отойдет департамент ценовой политики Минэкономики, а также подобное региональное управление в областях и столице. Новый орган будет содействовать здоровой конкуренции на рынке, а также созданию равных конкурентных условий для всех его участников. И вот здесь мы вспомним наш апрельский разговор с министром торговли Владимиром Колтовичем. Есть не всегда честная конкуренция, которая запросто может взвинтить необоснованно совершенно цены. Вот с этим-то вы и будете. Это задача, решение этой задачи будет относиться к нашему министерству. Поэтому по ценам больше регулировать их не стоит. Я напомню, что в январе месяце было принято решение, и сегодня ни один потребительский товар с точки зрения торговой надбавки, формирования цены производителям, кроме алкоголя, крепостью более 28%, он не регулируется. И практика показала, что рынок сложился. Сложилась достаточно конкурентная среда, и все очень четко понимают, что поднятием цены вопрос не решишь. И торговля, и производитель. И в этих условиях именно министерство антимонопольного регулирования приобретает особый смысл. Но сейчас о том, какой особый смысл, таят в себя цифры на этикетке товара, зачастую написано мелким шрифтом. И тут уже вопрос психологии, а точнее того, как на это могут сыграть производители. Ну, например, все мы с детства привыкли, что бутылка или пакет молока – это обязательно литр или пол-литра, а никак не 900 или 400 миллилитров. Или упаковка гречки – это килограмм, а никак не меньше. Главное в этой истории то, что все мы обращаем внимание на привлекательную цифру на ценнике, за которой по вышеперечисленным причинам может скрываться совсем невыгодное предложение. Илона Волынец прошлась по всем маркетинговым уловкам. Собираетесь испечь пирог по рецепту? А сливочного масла-то может и не хватить. Вместо 200 грамм все чаще встречаем 180. В пачке макарон не килограмм, а на 100 грамм меньше. Даже в бутылке лимонада и то может оказаться не полтора, а литр 450. Вроде мелочь, но не для будущего экономиста. Первокурсница Кристина задается вопросом, почему таких не до литров и почти килограммов становится все больше. Я как сладкоежка хорошо помню время, когда плитки шоколада были по 100 грамм. Сейчас я все чаще стала замечать вот такую вот тенденцию, что вот наши шоколадки сейчас все меньше, чем 100 грамм. 85-90, но не 100. С молоком у нас точно такая же ситуация. Прибыли мы все видеть литровые бутылки с молоком, а сейчас же 900 миллилитров. Феномену уже придумали название – даунсайзинг. Означает оно уменьшение веса или объема продукта в упаковке без изменения цены. Представим, целый месяц семья из трех человек пьет не до литр молока. Если сравнить с полноценной бутылкой по той же цене, то переплата будет в среднем 15%. Такое заключение, в частности, сделали российские эксперты. Стоит ли белорусам опасаться даунсайзинга? Мы отправились на одно из столичных предприятий. Здесь выпускают молоко в упаковках разных объемов – 0,5, 0,93, 0,95 и, наконец, литр. Маркетологи предприятия делятся наблюдениями. Оказывается, самый продаваемый литраж как раз 0,93, но цена его отнюдь не равна стоимости литра. Если мы нальем литр в данную упаковочку, что будет под горлышко, и в результате вскрывания нашей упаковки потребителям он может также облиться, и это неэстетично выглядит. Наше предприятие ни в коем случае не экономит ни на сырье, ни на упаковке. За недолитры наказать производителей нельзя. Все в пределах законодательства. Если раньше у нас была четкая градация объема упаковки, установленная стандартами, то сегодня градации по объемам выпускаемой продукции в этих стандартах нет. Поэтому на сегодняшний день любой производитель может самостоятельно определить ту продукцию, которую он выпускает, и, естественно, в каких объемах. Сегодня потребители должны быть грамотными. А значит, внимательно читать то, что написано на упаковке. И с этим белорусам повезло. Полет фантазии маркетологов тормозят жесткие стандарты. Что касается правдивости, правдоподобности того, что написано на упаковке. В нашей стране производители стараются и, вообще можно сказать, соблюдают все правила, да, то есть указывают реальный состав самого продукта. В сравнении с некоторыми другими странами в Беларуси как раз-таки есть определенные стандарты. Но в неоглядный мир маркетинга, помимо воли и о том, не подозревая, попадает каждый из нас. Причем каждый день, просто приходя в магазин за хлебом. А вы обращали внимание, что вход в супермаркет обычно находится справа от касс? И здесь начинает работать закон правой руки. Это значит, что вы постоянно поворачиваете налево, а смотрите направо. А здесь-то на уровне глаз и расположены золотые полки. Либо с дорогими товарами, либо с товарами, у которых заканчивается срок годности. Молочка, разумеется, в самом дальнем конце супермаркета, бакалея в противоположном. Как же так происходит, что вы пришли за хлебом, а ушли с полной тележкой товара? Ответ на этот вопрос поищем с экспертом-маркетологом Дмитрием Кашканом. Медленно, располагающая к длительной прогулке музыка, аромат свежей выпечки. Все в лучших традициях супермаркета. Похоже, мы тут надолго. Современный ритейл белорусский, он делает очень много интересных шагов. Это так называемый новый тренд. Называется в Америке, в Европе, в азиатских странах private label. В Беларуси называется, собственно, торговая марка. Вода, салфетки, как мясо, крупы. Еще одна интересная деталь – зеркала. Увеличивают пространство, нет ощущения тесноты, да и губы подкрасить модницам можно. Ну, на то он и супермаркет, чтобы везде семафорили красные ценники. Почему красные? Ну, наверное, потому что это очень заметно. Это вызывает сразу аппетит и желание взять в руки. Если магазин везет честную позицию к своему клиенту, то он красную цену размещает именно на тот товар, который действительно, как правило, дешевле в категории. Но ведь вы понимаете, что можно красную цену разместить на товар, который достаточно дорогой, и от него сделать небольшую скидку. Тем самым потребитель просто войдет в заблуждение. Еще один древний трюк. 0,99 всегда кажется гораздо меньше единицы. А не поленитесь вычесть новую цену из старой. А кажется, что халявы-то никакой и нет. Смотрите, 20% экономики. Да, да, интересный момент. Если посмотреть на полку целиком, то мы видим, что, в принципе, здесь веса гораздо больше. Поэтому цена больше. И 20%, наверное, здесь нет. В потоке промоутерских акций все же есть подводные камни. К примеру, закон о рекламе запрещает использовать обороты подарок бесплатно и 0 рублей. Осторожнее и с превосходной степенью. Мол, только у нас самые низкие цены. Это еще нужно и доказать. Ажиотаж сменяется разочарованием и во время так называемых грандиозных скидок. Вот, к примеру, ювелирный магазин обещает до 80% скидки. Ликвидация коллекции. Проверим. Выясняется, что акция распространяется всего на 50 изделий. Это при том, что в магазине их представлено порядка тысячи. Вот вам и золотые горы обещаний. По опыту. Конечно, нам представляют документы о том, что в продаже один товар находился бы с такой скидкой. То есть признать, что рекламы ненадлежащие, не удается. И тогда, конечно, остаются обманутыми ожидания потребителей. Тем временем наша тележка маркетинговых уловок наполнилась доверху. Чуть с места тронешь. Не зря говорят, ходите в магазины с советскими авоськами. Когда везешь полупустую тележку, ее подсознательно хочется заполнить. И, конечно, никогда не ходите в магазины голодными. А на неделе перед шопингом не забыли подкрепиться. Илона Волонец, Алексей Колупанко и Дмитрий Травин. Кстати, еще одна уловка, тоже основанная на психологии. И наша рука в магазине чаще тянется за упаковкой белого или зеленого цвета, что ассоциируется с чистотой и экологичностью. А уж если это подкрепить ярлыком экологически чистый товар, то ваши деньги, считай, в кармане производителя. Кстати, по поводу этих ярлыков история серьезная и не закончена. Пока в Беларуси нет единой системы такой маркировки, а, соответственно, далеко не всем подобным надписям на товаре стоит слепо верить. Иногда производитель имел в виду не совсем то, что вы поняли. Что об этом думает, и не только об этом думает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы на неделе спросили у Андрея Кавхута. Андрей Морельнич, вы как министр и человек, знающий всю подноготную эту вопросу, вы ведетесь, говоря таким языком сленга, ведетесь на такие вот маркетинговые, может быть, даже ловки, когда на продукте пишут, экологически чистый товар. Вы предпочитаете именно такие товары? Потому что далеко не всегда может соответствовать. Это может быть просто вот такая... Да, есть моменты и есть правда в том, что вы говорите. И надо сказать, что пока у нас еще в нашей республике не осуществлена вот эта система мер, которая определяет действительно экологичность продукта, соответствующие символы, символика, которая бы это определяла. Но это является очень важным направлением, очень актуальным. И сейчас мы используем все наши возможности, чтобы ввести эту систему в Беларуси, чтобы наши люди действительно могли увидеть, что это экологический продукт, подтвержденный соответствующим знаком, прошедший определенный контроль. И, безусловно, тогда мы сможем говорить, что этот знак или же какая-то отметка, она не просто искусственно нанесена на упаковку, а действительно соответствует реальности. И вообще вот это вот такое экологическое лобби – это такая очень скользкая, такая очень разменная монета. Это очень много политиков сделало имя себе именно на экологическом популизме. Очень много артистов засвечено, там, не знаю, Анжалина Джоли, Брэд Питт в экологических роликах. В том числе. А вот мне кажется, в этом отношении у нас такой немножечко тихий омут. Это хорошо или плохо? Ну, у нас сейчас тоже надо сказать, что большое внимание уделяется проблемам экологии, проблемам внедрения экологических зеленых технологий и в нашу повседневную жизнь, и в промышленность. Разработанная и принята правительством стратегия экологичности экономики, внедрения экологической зеленой экономики в жизнь. Каждый хочет быть здоровым, иметь силы для того, чтобы работать, растить детей, внуков. Все же знают, что продолжительность жизни наполовину зависит от вас, то есть от состояния окружающей среды. Это общеизвестный факт. Безусловно, в экологической системе нашей страны участвуют все министерства и общественные организации, и каждый человек, я надеюсь, и мы к этому тоже призываем, чтобы каждый гражданин нашей страны, каждый гость, он бы также участвовал в наведении порядка на земле, в том, чтобы у нас был хороший воздух, чистый, чистая вода. Эра-то нефти к концу подходит, говорят, я думаю, что пресная вода, ваша главная нефть, и минеральная вода, это главная нефть Беларуси, если так кавыческо сказать. Вот здесь зарыты доллары у нас, есть здесь где покопаться и заработать? Действительно, вы правы. Следует отметить, что у нас достаточно большие запасы пресных подземных вод, одни из, в общем-то, и крупнейших в Европе, и запасы минеральных вод, которые имеют как применение в качестве столовых для питья, так и в отношении лечебных вод. Скажите, когда первые доллары, вот говорят, нефти доллары, а вододоллары, когда первые доллары от продажи пресной минеральной воды к нам поступят в бюджет? Уже сейчас некоторые виды вод экспортируются за пределы Беларуси. Сейчас мы активно проводим работу по поискам инвесторов, которые могли бы прийти и с теми требованиями, которые существуют в их странах, могли бы вложить средства для того, чтобы добывать воду у нас, в их режиме ее использовать и пополнять казну нашу, о которой мы говорим. Огромное количество людей на планете живет в условиях дефицита воды. И даже богатейшие страны мира, как Объединенные Арабские Эмираты, которые живут на нефти, вот вода у них дороже нефти, дороже бензина. Может быть, мы можем как-то сотрудничать с ними? Особенность воды в том, что есть бренды, известные бренды, но опять не буду их называть, которые известны всем, и действительно их транспортировка на большие расстояния делают эту воду рентабельной. Если мы говорим и сможем доказать, в общем-то, чем мы и занимаемся вместе с соответствующими организациями, ценность нашей воды, ее свойства, лечебные или какие-то положительные свойства, то я думаю, что тоже наша вода... Более агрессивная политика, мне кажется, в этом смысле нужна. Да, безусловно. Потому что кроме добычи очень важны здесь и вопросы маркетинга, вопросы рыночной экономики и продвижения нашей воды на экспорт. Ваше министерство еще уникально тем, что это, по-моему, единственное министерское здание, где нет лифта, и вы пешком ходите в свой кабинет. Да, у нас нет лифта. Но это хорошая зарядка, у нас пять этажей, я работаю на четвертом, есть еще и пятый. Так что люди, конечно же, применяют физическую силу для того, чтобы идти на работу, и это правильно. Экологичный подход к работе? Да. Экология, экономика. Когда мы сможем на этом деньги зарабатывать? Когда можно будет стрелять зубров? Дорогое удовольствие достаточно. И мне кажется, сейчас уже наступило время, когда уже популяция достаточно, чтобы потихонечку начинать. В 1350-е больше насчитывается у нас этих редких в Европе даже животных. Но у нас уже не редко. Но все равно они находятся еще в Красной книге. И говоря об устойчивости вида, еще и ученые, проводя такие исследования, не подтверждают то, что он уже находится полностью в безопасности, этот вид, поскольку это было и близкородственное скрещивание, и существуют факторы болезни и так далее, которые, конечно, еще не исключают такой опасности для количества этого вида. Но зубры уже получили, как бы, так скажем, прописку уже и в Казахстане. Сейчас изучается возможность передачи какого-то поголовья в Азербайджан. Так может богатый человек стрелять в зубры или нет? Есть такая у нас все-таки система, допускает выбраковку особей некоторых зубров. Да, это выбираются соответствующие особи, ну, которых действительно разрешается отстреливать. Но, безусловно, это под контролем. И то речь идет о единицах, о единичных экземплярах. Это не дешевое удовольствие. Ну, да, это, в общем-то, конечно, стоит определенных денег, и они не дешевые. Потому что, надо сказать, что это не только сам факт редкости этого животного. Но, действительно, крупные программы были реализованы для того, чтобы восстановить этот вид. Государственные средства были большие вложены и вкладываются. Поэтому, ну, какая-то компенсация должна быть. И на закуску первой летней программы, тема, которая на поверхности всегда, в передверии длительных каникул, это, конечно же, безопасность детей. Когда не только школьники чувствуют вкус свободы, но и родители, утомленные солнцем, теряют бдительность, сами того не подозревая. Репортаж Максима Слежа. В 12 лет, играя вместе с друзьями на крыше вагона поезда, мальчик получает удар током в 27 тысяч вольт. Должны быть были беседы родителей с тем, о том, каким образом противостоять влиянию группы, что безопасность и его жизнь, и здоровье намного дороже, чем вот это впечатление, которое может быть произведено. А в два годика девочка падает из окна на седьмом этаже. Во втором случае родители троих детей по той же причине теряют младшего. Мама с папой были на кухне перед Пасхой, да, двое старших детей смотрели мультфильмы, да, а третий, самый маленький, залез и выпал через окно, да. Вот кто в данном случае несет ответственность? Родители – это же ваши дети, а взрослые привыкли раздавать запреты. Психология, да и только. Бывают дети, которые вообще не слышат, то есть в частиц они не ходи, как говорится, он поймет, что ходи. Ему надо говорить, Коля, там опасно. Существует свод правил под названием азбука безопасности. И это пособие, о чем часто забывают родители, не для малышей, а для них, взрослых, знающих алфавит. В методичке черным по белому написано, что у детей защитный механизм отсутствует, в отличие от нас. Психолог Елена Дубовик каждый день встречается с родителями, которые не в силах поладить с собственными детьми. То возраст сложный, то взаимопонимание куда-то ушло. А было ли? Было, заверяет психолог. И эта природа решила за нас. Ребенок воспринимает родителя как божество. И вы имеете не огромную власть. Просто трудно ее описать, какую вы ее имеете. Но зачем же, зачем ей злоупотреблять? Так если уж связь на уровне подсознательном нам дана, почему статистика из года в год сценарий горький повторяет? Только в 2015-м несчастный случай в жизни почти 160 детей. Маленькие сердца биться перестают. А окна многие продолжают открытыми держать. Только по недосмотру такие случаются, по невнимательности. Потому что ничего не случится, если я на полчасика выбегу к соседке, при том, что горит огонь. А есть еще один момент, который сами родители, в чей дом пришла беда, признают. И специалисты им в этом всячески помочь пытаются, чтобы рассказать другим, предупредить. Я называю это опаздывание в развитии. Задерживаются родители. Большинство ведь из них говорит о том, что мы даже не думали, что это может произойти с нашим ребенком. А чтобы ситуацию наглядно прояснить, проведем небольшой сравнительный анализ. Типичный двор в спальном микрорайоне. За большинством малышей следит пара глаз родных. Но только ли следить нужно? Есть золотое правило. Ребенок до трех лет, раннего возраста, он должен быть в пределах досигаемости руки, чтобы выхватить ребенка. Вы мама. И вот эта ответственность, она должна вести вас по жизни. Может быть, перед тем, как заводить ребенка, вы должны это осознать. А вот еще один типичный дворик. Здесь на площадке только дети. Камеру увидав, и людей чужих, они все вместе собрались и дружно рассказали, почему одни гуляют. Дорогите ли ваши? Дома. Наши дома. Это площадка оздоровительного лагеря детского. Самым маленьким здесь 6 лет, а старшим 14. Присматривают за ними вожатые, которые на протяжении года готовились нюансы распознавать. Собеседование первый этап, и потом 4 этапа непосредственно. Это дистанционное обучение, потом практические занятия, тренинги и последний этап выездная учеба. Формируем отряды от 20 до 30 человек, и, соответственно, 3 человека за ними закреплены вожатых. Нина Ивановна директор лагеря, мама троих детей, бабушка, пятый год подряд отвечает за 4 смены, почти по 300 человек в каждой. Пусть все ребята и разные, но принцип воспитания должен быть понятным и доступным. Вот и внука своего учила именно так огня опасаться. Тимошка, нельзя, огонь. Не понимает. Ну хорошо, я взяла, спила этот огонь. А вот так уже он дотронулся, тогда уже все, у него срабатывается рефлекс, что это опасно. А вот та самая скоменная запрета. Частица «не», которую дети не принимают, а родители этого не знают. Проведем эксперимент. Это Егор. Ему 7 и по темпераменту холерик. Антонина, ей 10, меланхолик. А это 14-летняя Юля, ярко выраженный сангвиник. На вопросы психолога, что для них опасностью является, Егор и Антонина, отвечая, используют только запреты. На речке можно одному? Нет. А почему нельзя одному? Потому что там мог, потому что могу утонуться, никого нет, никто не спасет. А сидеть на подоконнике? На подоконнике нет. Нельзя? Нельзя. А для старшей участницы мы ставим вопрос от обратного, завуалировав ту самую частицу. Можно ли не купаться летом на речке? Можно. При присмотре родителей, которые несут за тебя ответственность. И вот она догма. У этих ребят защитный механизм есть. И он действительно выработан благодаря родительскому наставлению. Это опасно для твоей жизни. Надо смотреть, не открывать окна. Это понятно, что ребенок не понимает этого всего. Он пока не обожжет палец, он не понимает, что это больно. Считаю всякие рекомендации для родителей. Поэтому стараюсь. По всем пунктам, я не знаю. Это же и в кормлении, и в прогулках. Вот он лик сердца материнского. Но есть еще одна проблема явная. Случаются с детьми зачастую несчастья, когда остаются они без присмотра родителей. Как на улице, так и дома. И здесь необходимы меры профилактические. Ведь по-иному как. В ряде европейских стран за такой проступок наказывают лишением прав родительских. И отвечают перед законом взрослые, пока ребенку не исполнится 12, а где-то и 14 лет. В нашем обществе также мнение сформировалось, что сознательность лишь наказанием усилить можно. За это нужно, да, наказывать. И заучить. И родителей, наверное, учить. И детей. Я считаю, что надо ввести, наверное, чтобы все-таки за детьми следили. Да, формируется личность. То есть до 9 класса, думаю, ответственность должна быть за родителями. Если правильно ребенка воспитать, то его можно оставить одного и в 5, и в 6, и в 7. А если ты ребенку не заложил то, что нужно, то и в 18 его оставить дома страшно. Кажется, что каждый точно, а главное верно определить может, как надо поступать и почему. Но стоит нашему сознанию допустить один совсем незрачный просчет и... Как можно оставить, например, 9-месячного ребенка, как можно оставить, например, ванную? Ну, понятно же, что это есть вещи, которые, ну, просто нельзя делать. Не специально же родители это делают. Каждый свою цену платит за уроки жизни. А на неделе о гранях в нашей психологии Максим Слиш и Иван Боровой. И несколько слов о погоде. Уже привычный зной берет серьезный тайм-аут. Ночью холодно, местами даже заморозки до минус двух. Днем тоже не жарко. Около 15 выше нуля в ближайшие дни. А видной всему северный ветер. Он принесет в Беларусь еще и небольшой дождь. Правда, похолодание продлится совсем недолго. Таким были эти 7 дней. Как будет разведаться события, покажет следующая неделя. И всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова